После того, как стало известно, что здание костёла бесхозное, Бобруйским госполкомам было поставлено задача представителям администрации Ленинского района разобраться в проблеме. В данном случае через суд. Принято решение, которое вступило в законную силу о принятии в собственность города Бобруйска здания костёла. По октябрьской 121А. Костёл непорочного зачатия Девы Марии построен в 1906 году. В 1935-м он был закрыт. Здание использовалось под хозяйственные нужды. В 1963-м к нему пристроили пятиэтажное здание. Именно в таком виде костёл существует до сих пор. Чтобы вопрос восстановления оригинального вида сдвинулся с мёртвой точки, по мнению городской власти, представители римско-католического прихода должны выполнить ряд административных процедур. В дальнейшем для рассмотрения вопроса передачи, приобретения указанного здания костёла римско-католическим приходом необходимо по данному вопросу обращаться в Бобруйский горосполком. Кстати, если всё же пятиэтажное здание обанкротившегося Бобруйск стройкомплекса не продадут, его передадут в муниципальную собственность. И в этом случае уже два пристроенных друг к другу здания могут передать католической общине. Правда, денег на снос так называемой коробки нет. Об этом неоднократно говорил журналистом Ксёнс Андрей Ярковец. Евгений Юшковский, Иван Боровой, Бобруйск 360.